Лобкарёва Ира. То есть это очень хорошо, ну и я... Ну, наверное, полюбила я. Я не так, наверное. Жила в общежитии. Может поэтому с очень многими ребятами, у меня очень хорошее отношение, особенно те, кто жили в общежитии. И приходили туда в общежитии. Потому что это отдельная история нашей жизни, да? Помните, да, Молодец? Особенно первый курс. Если вспомнить всех, кто был с нами, это было очень интересно. Ну, а мы были молодые девочки. Спасибо к этому. Я работаю в школе, так сказать, почти 40 лет. Я, пожалуй, единственный человек, который на нашем курсе, который никогда не менял свою профессию. И всегда приду географию. Я знаю ЕГЭ на стол и готовлю детей на стол. К сожалению, так же я знаю с Алигоем. И, кстати, очень мало в школе, у нас таких всего двое, кто сдаёт ЕГЭ на стол. Ну и ученики мои также. Да, я и еще кто-то. Да, я и еще кто-то. На самом деле я тоже учитель географии. Которую после МГУ, но на 10 лет у меня моложе. Она говорит, в школе есть два умных человека. Это ты и я. А она ваш сектор. И я ее в этом деле поддерживаю. Вообще, после МГУ в школе работали очень мало. Хотя на самом деле это очень приличная и очень благодарная профессия. Единственный, конечно, минус в том, что вот сейчас видите, география, география, то все это здорово. Это было здорово в наше время. Сейчас география никого не нужна. Поскольку он ни в коем случае сдаёт географию. Вот я была в прошлом году классом для 11 класса. У меня сдавал мой класс 10 человек ЕГЭ. А в этом году двое. И каждый год два, три сдают географию. Это, конечно, не наша вина, что география не нужна предмет. И пусть там шикарное географическое общество, пусть там Алексеев и там Люфе пишут какие-то работенки. На самом деле получилось так в этой жизни, что после перестройки пришли власти политики, которые двинули активно общество знаний. И вот за счёт этого того, что общество знаний идёт вперёд, издаёт их 90% выпускников, географию издают очень небольшой процент. Предмет не востребован. И это чрезвычайно. Я всегда говорю. География мировоззренческий предмет. Тот, кто знает географию, может считать себя образованным человеком. Счастью в тех порах. Главное, если ка сейчас обязательно для всех. Философия, которую все еще учат дети на уроке учатся в знаниях, так или иначе повторяется в институте. А вот географию, к сожалению, знает очень немного. Вот я тот самый пропагандист, который готовит камни. Географию. Географию. И много лет работала и продолжала работать. Ты счастлива на количество выпусков. Вот сколько детей закончили у меня в школу. Когда я, конечно, закончила МГУ, работаю в школе, я говорю, как ты просто не могу работать в школе? Да, я, кажется, за нужный военного. И много лет всегда работала в школе, не пропустив ни одного года. То есть всегда стабильно, утром туда, вечером обратно. И всегда алло, хорошо поставленным голосом. Да, все ровно, новую из-под попы убрал. На меня глаза. Меня все посмотрели. И они посмотрели. На самом деле это большой зима в туалете аудитории. Особенно детская аудитория. Особенно тем предметом, когда ты объясняешь. Ну, в школе только один раз упоминается слово географология. В пятом классе, когда рассказывается о географической профессии. Больше слова географологии, наверное, не как-то. Но представьте себе, три урока география почвы. Рассказать видео о том, как интересно устроена почва. Факторы почвы образования. Это большая история. Ну, поскольку я географ... По времени ограничивается. Да, еще один раз ряд упадет. Семя, учителя, у нас по времени... Да, да, да. 45 минут сейчас проявить инфекцию. Это большая история. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ